Мы с вами, друзья, высадились на острове Сан-Март. Часть его принадлежит Голландии. Мы находимся в голландской части, а другая часть французская. Видимо, сегодня пересечем границу неоднократно. Так что вот, welcome to San Mart. Обещано было нам, что это вот буквально европейские города и все такое, в общем, как в Европе. Ну вот и посмотрим. Вот так это выглядит в порту. Мы единственное сегодня судно, в смысле круизный лайнер, который там на рейде. И что еще сказать, остров Сан-Март известен тем, что во французской его части есть всемирно известный нудистский пляж, который привлекает дикое количество людей. Мы поехали на тур по острову. И вот сейчас мы на французской стороне, кстати. Тут вот атлантический побережье, такая смотровая вышечка. Сейчас мы где-то заберемся. Тут ветрено, и я постараюсь много не говорить, чтобы ветром меня не затюкало, тут не забило. Уже. 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 Уже не focus. Уже. Уже. вот так интересно друзья встретить кактус на берегу океана в общем-то очень влажном климате мы все еще на французской стороне вот такие пляжики ресторанчики на острове 400 ресторанов остров маленький совсем его в принципе если без остановок можно по периметру за час объехать но здесь живет 100 тысяч человек 30 лет назад жила 25000 растет экономика остров как бы открыли туризм бумирует раньше здесь только соль добывали не было жизни никакой так по мелочи раньше здесь жили рыбаки вот это все все что вдоль берега стоит это были рыбацкие такие поселки а сейчас тут вот ресторанчики и ну и пляж естественно мы столице французской части город море год если я не ошибаюсь в произношении это shopping mall большой тут много ресторанов хороших ну и так вот шоппинг сувениры а вот там вы видите старинную крепость с французским флагом на макушке портлюсь надо сказать что из тех карибских островов которые мы видели этот действительно такой чистенький симпатичный и но в каком-то смысле можно сказать что приближается к европейскому то что вокруг там глазу доступно кафешечки много маленьких автомобиль и знаете что прикольно движение правосторонние можно так отвыкли от правостороннего движения вот местная торговля туристическая друзья я бы сказал что по расцветкам не сильно отличается от того что на других островках я пробился через ряды торговые к какому-то там фонтан что ли там сзади ну вот что-то такое культурное там амфитеатр такой а вокруг него вот уже вы видите расположились торговые ряды вот она колониальная архитектурка и тут наш соотечественник друзья давидов это бренд сигаретные табачные сигаршок вы видите друзья тут натянута над улицей под новый год для освещения вот она вот она колониальная архитектура и одновременно с этим мы видим ролик вполне современная жизнь а вот вид на то же самое место ну так с тем чтобы показать вам водичку портовое хозяйство а вот мы зашли в какой-то модный шоппинг-центр тут кондиционированный воздух очень приятно выходить я на втором этаже а там вот первый при 100 тысяч нам население 2 миллиона туристов ежегодно приезжают на круизных лайнерах и это 800 тысяч самолетами здесь есть в голландской части большой современный аэропорт принимает такие большие самолеты и есть во французской части небольшой для общения с островами французскими там есть есть какое-то количество их неподалеку года лук и так далее мы друзья снова на голландской стороне тут есть такая примечательная штучка это вот аэропорт и аэропорт прикольненький здесь периодически иначе самолеты взлетают и вот над этим пляжем пляж небольшой я вам сейчас покажу как он выглядит пляж небольшой и самолеты прямо над головой у людей они там соответственно в песке в расстройстве там и так далее вот мне это напоминает знаете как сан-французском зоопарке когда мы приехали была обезьяна 1 она так вот гадила на бортик бетонный и когда люди вокруг собираются она так неожиданным порывком подхватывала вот это вот и бросала награженным в людей они соответственно визжали все знали что она это делает и специально шли смотреть вот здесь значит мы имеем похожую ситуацию вот но пляжик замечательный увидеть что там людьми заполнен вот не то чтобы допустим там народ избегал этого места совсем даже наоборот вы видите друзья в эту толпищу которая собралась потому что скоро будет самолет вот там обсуждается что через 10 минут подлетает боин вот и они будут наблюдать оттуда попивая значит длинки как людей будет . будут обдавать уже есть зрители пользуясь случаем друзья пользуясь тем что не прилетел еще злобный боинг я вот зашел в воду получаю москать удовольствие волна хорошая получаем удовольствие от жизни а волну на сказать сильные обрызгивают нашего брата я так стараюсь камеру поберечь от воды вот комплексы хорошая здесь много понастроенные старого и нового и гостиницы и кондоминиумы а вот так чуть сторону в ожидании боинга великие каменюки они острые как бритва сильно передвигаться страшное дело так вот тут что-то видит но явно нет друзья надо ждать такого который будет садиться вот вы видите тут доска это седим и сидим сегодня пятница 11 декабря и вот тут разные самолеты когда чего произойдет значит час четырнадцать час двадцать шесть вот приземляются а у нас сейчас без трех минут час ну ждать 17 минут наверно сложно нам ехать дальше надо у нас на культуру тут друзья летит какая-то ерунда вы видите но это не то ради чего люди собирались так какая-то мелочок да мы залезаем на горку водитель нам рассказывает что тут периодически прохоров и абрамович устраивают значит гулянки и но они друг друга не любят говорит он и когда один значит устраивает осмотрим другое в это время тут не тусовался а сейчас друзья мы в квартале от пляжа которые слева от меня и вот такая торговая улочка спонтом москать европейская я не уверен что мы хотим туда пойти гулять мы пойдем на пляж вот он пляж пляж хороший популярный я напоминаю что мы в голландской части острова и вот там стоит наш круизный лайнер и туда ходят отсюда такое водяное такси водяное такси ну это потом сейчас мы должны расположиться голландские морячки тут у них тренировка а это вот водяное такси водяное такси а вот девчонки военно морские идут грибут а по берегу ходят пацаны вот она ночь голландская военная подготовка а тут еще бригада да с кораблика значит с ним съемка идет вот оттуда снимают а тут значит вот еще девки послывают желтеньком вдоль пляжа здесь идет такая вот носовой не назовешь но из бетона так отлитая дорожка хорошая можно и босиком по ней можно в обуви тут со всех сторон ресторанчики а параллельно там ну не знаю пятьдесят метров может быть сто где-то улица там тенечек и она такая вся торговая но мы движемся по песочку движемся к катерочку которая нас отвезет к нашему круизному лайнеру у вас есть возможность просто посмотреть как это вот выглядит глазами туриста это можно сказать причал вот она против причала пожалуйста бриллианты да бюллетки много кафешка я бы сказал дорогие хорошие магазины все я вот с пристани съемку веду 3 часа дня сейчас вода теплейшая хотя не безумно прозрачная она такая немножко мутная такая слегка но теплая градусов наверное боюсь соврать 27 28 цельсия а вот и наш трамвайчик друзья как он вам нравится это маран вот monteе мы гонки вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok